В Госдуме занялись безопасностью жителей. Депутаты составят черный список осужденных преступников, которые лишатся права выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению или по амнистии. О том, кто будет отбывать полный срок наказания, в обзорном материале программы. Коррупционеры и педофилы не выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс России предлагают внести депутаты Государственной Думы. В черный список преступников, лишающихся права выйти досрочно на свободу, должны войти злоумышленники, осужденные за сбыт и пересылку наркотиков, педофилы и коррупционеры, а также лица, совершившие преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, человечества и мира. Эту же категорию осужденных также предлагается лишить и права на амнистию. Стоит отметить, что закон об ужесточении возможности выйти на свободу по УДО уже не раз предлагался госслужащими, однако документ был отклонен. Тогда список преступлений включал лишь сексуальные домогательства по отношению к несовершеннолетним. В преддверии нового учебного года Министерство образования и науки направит во все регионы России письма о недопустимости денежных поборов в школах. Ведомцы считают, что если в России бесплатное образование и существует соответствующий механизм бюджетного финансирования школ, то принудительно собирать какие-либо средства с родителей недопустимо. Выделять средства на нужды образовательного процесса, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий должна региональная власть. Также ведомствам рекомендовано наладить в регионах работу горячих линий по вопросам недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей учеников. Пчеловоды страны вышли с просьбой к Министерству сельского хозяйства. Согласно обращению пасечников, предлагается снизить закупки зарубежных сладостей для поддержания отечественных пчеловодов. По мнению специалистов, на сегодняшний день потенциал этой отрасли используется только на 10%. Предложение пасечников было положительно оценено Министерством сельского хозяйства. Стоит отметить, что ранее Минсельхоз выступил с инициативой о запрете увеличения таможенной пошлины на ввоз виноматериалов в страну для повышения производительности работы винных заводов России. Минкоматки